Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Геляна Игоревна Аюшева. Геляна Игоревна 1985 года рождения, родилась и выросла в семье врачей. В 2002 году окончила медицинский класс и вестинской многопрофильной гимназии. В 2010 году Геляна Игоревна окончила Российский государственный медицинский университет имени Пирогова, город Москва. По окончанию вуза вернулась в Калмыкии. В настоящее время работает гастроэнтерологом в республиканской больнице имени Жемчуева, соискатель ученой степени, депутат Элистинского городского собрания, эксперт ОНФ и руководитель женского движения в республике Калмыкии. Геляна Игоревна на сегодня является кандидатом в депутаты по Калмыцкому избирательному округу номер 2. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Геляна Игоревна Аюшева. Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы пришли, поскольку я смотрю, у них в списках очень мало женщин, кандидатов. С учетом нынешнего времени, я считаю, что женщин должны были больше политики. Я вообще считаю, что женщины спасут этот мир. В последнее время я считаю это так. И сразу такой вопрос. Геляна Игоревна, почему вы занимаетесь политикой? Почему вы депутаты ГРС? Почему вы хотите идти на родный хоро? Добрый день еще раз, Слава Валерьевич. Если в экскурс, в историю немножко можно вдаться. Помните, это наше не первое с вами интервью. В 2019 году мы с вами уже встречались. И вы задавали мне этот же вопрос. И с тех пор ничего не изменилось. Ответ прежний. Я подробно рассказывала о том, как я попала в политику. Действительно, было желание что-то изменить. Мы, молодые врачи, на таком вот энтузиазме, вернулись из Москвы, окончив столичные вузы и хотели поменять ситуацию в целом в нашей республике. Мы все родились и выросли здесь. И хотели что-то менять. Тогда было предложение пойти в Элистинское городское собрание. К сожалению, на уровне города у нас здравоохранения нет. Потому что наша городская поликлиника, она выведена на уровне региона. Она подчиняется мне здраву республике. Но, тем не менее, удалось также точно, локально решать проблемы горожан именно в сфере здравоохранения. Это было первостепенным и первопричиной того, почему захотелось пойти в политику и стать депутатом Элистинского городского собрания. То есть ничего не изменилось? Абсолютно. Желания те же, цели те же. Но только сегодня размах чуть больше. Вся республика, если народный хорок. Вы знаете, не совсем с вами согласна. Вы наверняка в курсе, что сейчас у нас изменения в выборной системе. И мы были депутаты, точнее и есть депутаты Элистинского городского собрания по одномандатным округам. Я считаю, что это очень правильно, поскольку за мной сейчас закреплена определенная территория. И, соответственно, я отвечаю за эту территорию и несу ответственность перед жителями именно конкретной территории. То же самое сейчас будет в народном хурале у депутатов, тех, которых жители изберут. То есть те кандидаты, которые станут депутатами, они будут отвечать за свою конкретную территорию. Размах, как вы говорите, да. Я считаю, что даже если у тебя один избиратель, это тоже большой размах. Потому что ответственность, пусть это будет 5000 человек или один человек, ответственность одинаковая. Ты несешь, то ответственность должен выполнять. Правильно я понимаю, вы считаете, что если у вас есть одномандатный округ номер 2, вы становитесь депутатами родного хурма, даже если вы сейчас не в ТВС, вы просто отвечаете за округ номер 2. А юридически, да, конечно, мы обязаны отчитаться перед избирателями второго округа. Отвечаете за округ номер 2, за их, берете за них ответственность, за округ номер 2. А проблемы, например, Кичиневского района здравоохранения, если вы будете депутатами родного хурма, они вас не касаются. Ну как это не касается? Нас касается проблема всей республики, да. Но особую ответственность, конечно же, мы несем конкретно перед теми людьми, которые нас избрали. Спасибо за просмотр. Я считаю, что все-таки это наша первоочередная задача. Если, допустим, ну вот сейчас, будучи депутатом ИГС, к нам иногда обращаются жители, в том числе и районов. Это тоже есть, если мы можем помочь, но почему отказывать? Согласен. Правильно же, я думаю, что это не совсем корректно. Да, ну просто я вначале неправильно понял, я думаю, что второй округ и все. Кстати, вы идете по второму округу, а вы до Синского горсобрания вошли по какому округу? Это тот же самый округ, он одинаковые границы, просто у нас в ИГС было 7 округов по городу, а здесь 6. И мой третий округ по горсобранию, он сейчас фактически под номером 2 идет. А, то есть люди те же остались? Конечно, конечно, а я по другому округу не могу пойти, меня больше нигде никто не знает. Я хочу именно по своему округу идти. Ну, это логично. Просто у нас есть, по-моему, Олик Эльбеев, кандидат шоу, по-моему, по ТИО, ИГС, а сейчас он идет. Да, потому что у них немножко как-то нелогично получается. Потому что у них немножко другая ситуация, его округ разъединен территориально, то есть часть округа отдали. А мой округ, слава Богу, остался целостным. И, конечно же, я только по своему округу могу идти и желаю не только там. Кто депутат Геляна Игоревна Аюшева, депутат Елисинского государства, сделала для горожан за 4 года депутатства? Ну, знаете, я бы так не говорила, что вот именно Геляна там одна, больше никто и только Геляна сделала. Это командная работа. Позвольте вкратце, если у нас позволяет время, рассказать вот о функции депутата. Конкретно на примере Елисинского городского собрания и города. У нас есть председатель Елисинского городского собрания, он является мэром города. Есть депутаты Елисинского городского собрания, они сначала избирают из предложенных кандидатур и затем назначают главу администрации. То есть мы плавно от законодательной власти переходим в исполнительную. То есть у нас в городе законодательная и исполнительная власть не являются параллельными. Они работают в одном целом. Законодательная власть назначает главу исполнительной власти. Далее глава исполнительной власти, конкретно это у нас сейчас Шафан Григорьевич Тепшинов, он назначает замов, замы начальников отделов, специалистов и так далее. То есть у нас эта ветка выстроена четко. И соответственно все те изменения, которые у нас выполнены за 4 года, это наша командная и системная работа. Нельзя говорить о том, что вот кто-то один сделал, а знаете, команда... Команда это кто? Расскажу. Мы все-таки в команде Бату Сергеевича, это первая, да, у нас глава региона, это наш лидер, лидер нашего партийного списка, в том числе на выборах депутата Народного хурала и лидер нашей республики. Естественно, вот это такая командная работа, мы в том числе являемся частью его команды. Если говорить о том, что, вот возвращаясь к вашему вопросу о том, что конкретно сделано, я могу сказать про свой округ. Это округ номер 3 сейчас в Алистинском городском собрании, первый микрорайон и близлежащие улицы. Это Хомутниково, 28-й армия, 8-е марта, рельеф, ну, все близлежащие. Мне очень приятно, что вы знаете свои... Ну, это же мой округ. Ну, если некоторые даже не знают, какие улицы, это очень... Давайте, да, у нас... Ну, хорошо, извините, вот здесь поподробнее, чтобы, да, люди нас смотрят, чтобы люди знали, видели. Ну, наши, мои избиратели, конечно же, знают, те, которые реально живут у нас на округе, на наших улицах, на нашем микрорайоне, что сделано, не буду говорить мной лично, что сделано командой за тот период времени, который нам дан избирателями. Он еще не окончен, всего прошло 4 года из 5, но, тем не менее. Первое, хотелось бы, конечно, отметить, вот сейчас многие, я перед тем, как прийти к вам, просмотрела видео, честно скажу, с Олегом Доржичем Пербеевым, потом досмотрела, я чуть-чуть не досмотрела, с Андреем Мацаковым. Андреем Мацаковым без отчества называю, потому что мы с ним родственники, ну, дальние, да. Просто, я сейчас перебью, Андрей Мацаковым, это тоже ваша команда? Вы знаете, я считаю, что это команда города. Команда ЭГС, это команда ЭГС, потому что я с уважением отношусь ко всем партиям. Вот сейчас предвыборный период, кто-то единоросс, кто-то коммунист, кто-то справедливая Россия, новые люди. Но все равно, да, мы все халимгут, даже без национальности, жители Калмыкии. Поэтому выборы пройдут, мы как были одним народом, одной командой жителей Калмыкии, так мы ими останемся. Поэтому я Андрея Мацакова очень уважаю, и я могу сказать про него тоже. Извините, я перебил, ясно, что сделано? Что сделано конкретно, да. Ну, у нас это было еще сделано при Дмитрии Викторовича Трапезниковой. Вы, наверное, знаете все нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги, который был основан еще до прихода нашей команды. Была документация, это была первая половина 2019 года. Предыдущая команда, предыдущие депутаты выявили несколько дорог, которые подали в список на Москву. Естественно, подать в список это, скажем так, 10% от дела. Нужно еще защитить, нужно еще получить финансирование, правильно распределить, правильно, ну, имеют какие конкретно дороги, правильно составить ПСД, проконтролировать, кто будет подрядчиком, добросовестный он будет или недобросовестный. Как только подрядчик принят контролировать, как он строит дороги, те же отмостки, ливневые канализации, бордюры, толщину, ну, все, что делает строй-контроль, то делаем мы в принципе. То есть это такая вот системная работа. Понятно, что этого удалось добиться, да, это уже было в ведении нашей команды. Это был Дмитрий Викторович Трапезников. Каждый депутат контролировал строительство дорог по своему округу. Знаю точно, что на некоторых округах не все дороги были сделаны, которые запланированы. Не все были сделаны в срок. Не все были сделаны качественно. Да, не все были сделаны, ну, вот, которые запланированы. Да, это и, слава богу, у нас на округе все нормально. А то есть вы на своем округе контролируете строительство определенной дороги, да? Мы раз в месяц мы выезжаем. Выезжаем, мы можем привлечь строй-контроль, да, ну, знаете, наверняка. Мы можем попросить, ну, написать заявление в прокуратуру, если нам что-то не нравится. Да, я знаю, что такие прецеденты были. То есть вы полностью ничего не ответили? Конечно, мы контролируем то, что мы и потом должны отчитаться перед избирателем. Спасибо, здесь понятно. А дальше можно? Я не хотел... Дальше можно, конечно, но я не хотел бы это. Я понимаю, что вот эта подробность, я думаю, жителям мне будет интересно, но на то, что вы идете работать, это уже понятно. И вот я не хотел касаться темы трапезника, но поскольку депутат АГС, я задам этот вопрос. Вы сейчас, вы сказали, да, и пришли деньги, федеральные деньги в рамках БКД, там, еще какие-то, да, но это все федеральные деньги. Чемит говорит, на 3 миллиарда, на 3,5 миллиарда увеличился бюджет, это все федеральные программы. Я это точно знаю, это бюджет в том числе и в республике консолидированный. Скажите, пожалуйста, Трапезников обещал, я приведу инвестиции, лично его инвестиции, которые зашли в город и украсили город, и сделали что-то полезное, были они или нет? Или это просто федеральные деньги? Давайте я вам расскажу, как было, а вы и наши уважаемые зрители, они решают, да? Да, смотрите, кто у нас Трапезников? Трапезников у нас глава, ну, на тот момент, был главой администрации города Элисты. То есть это глава исполнительной власти в городе, правильно? Вот первое, с чего начнем, помните этот наш проект, который вы сказали, БКД, безопасные качественные автомобильные дороги. Когда я вот сказала о том, что этот проект, он начинался при предыдущей команде, правильно? И сметы, сметы формировались при предыдущей команде. То есть какая сумма конкретно на эту дорогу, какая на эту, это было сформировано при предыдущей команде. Что сделал Трапезников? Он провел инвентаризацию всех договоров по именно конкретному проекту безопасно-качественной автомобильной дороги. И выяснилось, что по многим, ну, по нескольким, по крайней мере, очень большим дорогам, не по всем, но по многим дорогам есть завышение цен. Естественно, как глава администрации, который имеет право менять условия договора, если это приведет к нарушению закона, он, проведя инвентаризацию, настолько оптимизировал эти расходы, что у нас осталось, вот, я, честно говоря, сумму точную не помню, но... Я помню, остались излишки на другие дороги, которые отпустили. Нет, 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 остались просто излишки. То есть он просто настолько сделал все честно и правильно, экономически выгодно, что у нас осталась энная сумма денег, которую нельзя было пускать ни на какие дороги, которую необходимо было вернуть в бюджет федеральных, поскольку это нацпрод, это федеральные деньги. Что сделал Трапезников? Трапезников, он эту сумму зафиксировал, подготовил отчет, поехал в Москву и защитил такой проект, что попросил, скажем так, вот эти вот сэкономленные деньги пустить на другие дороги. Это как раз, знаете, что было? Это тогда у нас был юбилей Победы. Улица Победы. Это была улица Победы. Ну, я знаю... А, все дороги, которые относятся к Победе, к войне, вот это я помню, герои... Смотрите, там была конкретика, да? Там было 4 дороги. Эта улица была Ханинова, Гермышева, Победы и Партизанская. Почему я это знаю? Потому что две из них, это мои улицы. Потому что мы сидели, и знаете, как у нас бывает на ЭГС, на комиссиях, не на заседаниях? Мы сидим с депутатами, и каждый говорит, так, давайте вот у меня там на округе сделаем дорогу. А он говорит, нет, почему это у вас? Давайте у нас. То есть каждый переживает за заслугу. Ну, конечно, нам же отчитываться потом надо. Поэтому Трапезников в этом плане молодец. Плюс, что еще было сделано, вот вы упомянули Олег Доржевича Пербеева, да? Он тогда был депутатом на улице Южная. И сейчас он, да, депутат на улице Южная. Если вы помните... Южная Шань, по-моему, солнечная. Я вот конкретно про Южную сейчас... Жизнь, да. Да, там не было инженерных сетей. Там, в принципе, не было коммуникаций. И удалось их завести, почему они сейчас появились. Не в рамках какого-либо, да, там, софинансирования или из нашего дефицитного бюджета городского, да. А тогда, значит, у нас в республике не... Почему-то республика не участвовала в программе Стиму. Такая замечательная программа, по которой идет строительство инженерных сетей. Вот как раз при Трапезниковой, слава богу, республика начала участвовать. И благодаря этому... Это госпрограмма. Это госпрограмма, которая действовала много лет, но Калмыкия в ней не участвовала. Там что было сделано? Необходимо было защитить проект, подготовить правильно ПСД, обосновать, что именно нам, именно на эту территорию, необходимо финансирование федеральное. По этой программе Стиму. То есть, получалось так, что выдали участки земельные, но при этом там никакой коммуникации. Никакой коммуникации, ничего. Ни свет, ни газ, ни вода, ни газ. Это, конечно, вот... Дети, которые мы знаем. Да, он нашел эту программу. Я вот, честно говоря, не знаю, как он нашел ее. Давайте, просто как депутат, как житель Весты, я согласен, я понимаю вас, я думаю, жители тоже поняли. Просто, коротко, как вы оцените деятельность намечения трапезника на посту главы администрации города Весты? Вот не по примеру уже, не надо говорить, я думаю, жители поняли, я понял. Положительно, я оцениваю. И я все-таки, как депутат, наверное, больше знаю, но я расскажу, как мои бабушки оценивают. Не моя конкретная, а вот мои бабушки на округе. На округе, да. И когда там одна жительница, по-моему, на хомутах бабушки узнала, что он уходит, она мне сказала, если он уйдет, я выйду на митинг. Понимаете? То есть, наоборот, уже, да? Да. Прижмите нам его. Да, мы же помним, как это все начиналось. Согласен. Как вот жители отреагировали, какие были митинги, какие у нас, ну, несколько тысяч митингов собирались. Я помню, что вот у меня была четкая тогда позиция, что если жители придут, напишут мне заявление и скажут, что мы не хотим Дмитрия Викторовича Трапезникова в главу администрации, то я проголосую против. Ни один житель не пришел, не написал этого. Ну, что же, да, многотысячные митинги были, колестился. Хотя я говорила, хотя я говорила вот на вашем интервью, и был, помните, Максим, не помню по отчеству, извиняюсь, да, Максим Батрович, он тоже мой избирательный, я ему тоже предложила написать, он ушел и тоже не написал. Кстати, да, он тоже жил уже на вашем интервью. Конечно, я ему тоже говорю, что, пожалуйста, вот если вы считаете, пишите. Ну, вот он ушел и не написал заявление о том, что он, как избиратель мой, хочет, чтобы я проголосовала против Трапезникова. Спасибо, Игорь Негодяевна. То есть у нас так вот за два с половиной года поменялась ситуация, ты его заслужил. Мы поговорили, и, а вот такой вот вопрос, почему нельзя остаться депутатом медицинского госсобрания, зачем эти хуралы? Расскажу. В принципе, это, наверное, уже тянется три с половиной года, я как врач. Ко мне, у меня все знакомые делятся на два типа. Либо это мои пациенты, либо это мои избиратели. И очень часто мои пациенты являются моими избирателями. И когда избиратели ко мне обращаются с вопросами в сфере здравоохранения, я как депутат горсобрания им помочь не могу, потому что это вне моих полномочий. Я еще раз повторюсь, да, у нас в муниципалитете нет своего здравоохранения. Городская поликлиника только называется городской. Так она относится у нас к региону и курируется медздраву Калмыкии. Поэтому, конечно же, мне хотелось бы, вот если жители окажут доверие и изберут меня депутатом Хурала, мне хотелось бы, помимо своего округа, естественно, решать проблемы и дальше, которые у нас есть. Очень много проблем есть, не все решено. Но также... Здравоохранение? Нет, вообще на округе. То есть мне хотелось бы, если жители окажут доверие, продолжать решать проблемы округа, но и с тем все-таки влиять на ситуацию в здравоохранении республики, чего я пока не могу. Вот мы подошли к здравоохранению. Вы врач, вы работаете непосредственно, вы говорите, у вас пациенты, знакомые. Какие бы болевые точки в нашем здравоохранении вы бы обозначили? Вот будет Геляна Игоревна депутатом Народного Влада, с чего начнет? А есть у нас... Не считая округ второй, именно все здравоохранение. Вот на ситуацию в здравоохранении есть два взгляда. Первый – это ваш, как пациента. Как пациент, как пациент. Как пациент, как врач. И второй – это мой, условно, как врач. Не важно, врач, медсестра, медбрат, мы все медики. Представитель медицинского сообщества. И третий – это руководство. Давайте мы сейчас говорим пациент и врач. Хорошо. Какие есть проблемы со стороны пациента и со стороны медработника. Ну, первое, наверное, со стороны пациента мы разберем. Как я вижу, и ко мне очень много обращаются моих избирателей с этой проблемой. У нас нехватка медицинских кадров. И эти кадры, вне зависимости от того, врач это, медсестра, медбрат, санитар, у нас не хватает как врачей, так и среднего звена. Естественно, жители от этого страдают. То же дело... Почему это страдает? Ну, все-таки, давайте будем честны, это связано с маленькими зарплатами. Если брать наш округ, прошу прощения, нашу республику и Москву. Но это же небо и земля, естественно. Первое, если мы говорим со стороны пациента, это отсутствие медицинских специалистов. В особенности узких. Второе, значит, снижение доступности по лабораторному, инструментальному обследованию. Ну, второе вытекает с первого. Потому что, если, допустим, закупается с федеральных денег оборудование, но врача, который умеет на этом оборудовании качественно работать, его нужно еще найти, отправить на учебу, обучить, и чтобы он опыт наработал. И потом только пациент это поймет. То есть у нас... Как решать эту проблему? Это очень... Сейчас я вам благодарен, вы затронули одну из главнейших проблем. Вот все-таки, да, как бы это меркантильно не звучало, но все это упирается в деньги. Если у наших врачей... Теперь мы переходим к проблеме со стороны... Ко взгляду на проблему со стороны медиков. Да, врачей. Если бы у наших врачей, которые прекрасно... О которых прекрасны отзывы в других регионах, если бы у них была бы хорошая зарплата, ну, допустим, от 60-ти, от 50-ти, 60-ти тысяч, да, то разве бы кто-то уехал? Никто бы, естественно, не уехал. Теперь мы возвращаемся к другому вопросу. Откуда формируется зарплата медика? Если, допустим, зарплата учителя у нас формируется... Ну, у нас из бюджета идет. Да, из бюджета идет. То зарплата медицинского работника финансируется не из бюджета. Не из городского, не из республиканского. Она финансируется из ФОМС. Это фонд обязательного медицинского страхования. Фонд обязательного медицинского страхования платит через страховые компании больницам вот столько, сколько они заработали. То есть врач получит столько, сколько заработала больница. А больница как зарабатывает? Если у больницы большое количество пациентов, то, соответственно, ФОМС через страховую компанию платит много. А чтобы было много пациентов, нужно, чтобы было много специалистов? Чтобы было много пациентов, нужно, чтобы были врачи, которым пойдут эти пациенты. Но поскольку у нас зарплата маленькая, то врачи уезжают в другие города. Соответственно, пациент приходит и говорит, у вас есть условно медицинский специалист. Наверное, я... Но что делать пациенту? Он едет в Астрахань, он едет в Волгоград, он едет в Москву, если какие-то уже такие более серьезные заболевания, в федеральные центры. То есть пациенты вынуждены уезжать в другой регион, но они едут, имея на руках полис. Полис обязательного медицинского страхования. По этому полису его примут в Астрахани бесплатно, в Волгограде, в Ставрополе, в Москве. Но при этом мы, наш ФОМС, обязаны будет оплатить Астрахани, Волгограду и так далее. Что делать? Вот первое, что... Я сейчас вам рассказала как бы сам цикл, поэтому могу рассказать о своих идеях, которые... Да, о своих идеях. Которые... Вы же крайне кандидат-депутаты. Да, которые вот хотелось бы реализовать в случае избрания. Первое, естественно, что необходимо проанализировать, по каким конкретно специальностям уходят пациенты. То есть как уходят деньги из региона. Допустим, ну условно, я вот знаю, что у нас как бы гематологическая, офтальмологическая служба, да. Очень часто эти пациенты уезжают в Волгоград, в Астрахань. Смотрите, МРТ у нас есть, да. Что это значит? Нет, у нас есть. И МРТ, он и был этот специалист, да. Он как бы... Это все есть. Но все равно пациенты, допустим, на лечение, это у нас диагностика, на лечение, они уезжают в другие регионы. Вот можно проанализировать, по каким конкретно специальностям у нас отток. И отправить студента, да, уже выпускника, на бесплатную ординатуру, то есть или перепроготовку именно по той специальности, по которой больше всего отток. Специально. Чтобы просто остановить отток денежных средств. Значит, сначала по этому направлению вернуть, потом по этому поверить и так далее. На таких критичных направлениях, по которым у нас пациенты вынуждены уезжать за... Почему сейчас это не делают? Я думаю, что сейчас это делается, но, наверное, все-таки я просто пока еще не... У меня нет доступа, да, вот к этой информации, потому что депутаты ЭГС, они не могут курировать. Как врач, вы, что кругом общаетесь? Ну, в Куларх, конечно, мы общаемся, но это все-таки больше, наверное, прерогатива не врачебная. Да. У нас Минздрав очень проводит большую работу, естественно, и в этом направлении тоже. И, конечно же, я думаю, что вот если вдруг моя идея кому-то понравится, я буду очень рада. Спасибо, у нас заканчивается время, те полчаса мы уже повестились. Очень много, есть еще. Я думаю, вы не... Ипотека рьготная, многое снижение тарифов. Да, и вы еще придете. Вот заключение мне бы хотел, я всем даю... Уже заключение? Да, минуточку высказаться, что бы вы хотели сказать своим избирателям, нашим подписчикам. Дорогие наши избиратели, ну, мы с вами встречаемся и на ежемесячных приемах каждый месяц, и на уличных приемах, на уличных встречах всегда. Как врач хочу сказать все-таки не болейте, берегите здоровье. Как гастронтролог хочу сказать, чтобы хотя бы раз в год проходили скрининг на печеночные ферменты, на вирусные гепатиты. И будьте здоровы, кушайте хорошо, побольше гуляйте на свежем воздухе. Ну, это как врач, как депутат. Пожалуйста, мы всегда рядом. Вы знаете прекрасно о том, что у меня и приемы ежемесячные проходят, и я прием веду в республиканской поликлинике, многие из вас приходят. Поэтому мы рядом всегда, и если что, всегда обращайтесь. Спасибо, Геляна Игоревна. Итак, у нас была в гостях Лилиана Аюшева, это кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному избирательному уроку номер 2. Спасибо, Геляна. Пожалуйста, всего доброго. До свидания.